всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале хочу пожелать всем отличной недели пускай она будет солнечная не такая жаркая как у нас сейчас если вы слышите шумы этот вентилятор надеюсь они вас не будут мешать вам не будет мешать восприятие просто нас дико дико жарко так значит выбираете позиции голубой красненький зелененький я приготовила здесь две метафорические колодой колода чака специально по сценариям темным посмотрим и классику райдера уэйта мы с вами сегодня мы смотрим склад ваши внутренние запреты в чем вы себя ограничиваете пока вы выбираете здесь позиции я хочу поблагодарить вас за вашу активность за ваши комментарии за ваши лайки за донаты которые вы присылаете мне очень приятно и те кто использует супер спасибо работает по крайней мере когда я захожу в аналитику своего канала я вижу что есть люди которые используют супер спасибо это своего рода тоже донат но через по моему google play что ли через такую систему то есть я туда получаю какие-то проценты вот но зато не нужно никуда переходить ничего дополнительных действий никаких совершать до достаточно только нажать на сердечко под видео до под каждым видео есть такое сердечко в нем доллар нарисованы называется супер спасибо подписано да вот если вы нажмете на него то сможете оплатить с помощью карты при условии того что вы по моему но не живете в россии вот с ограничениями кстати ну что давайте приступим я надеюсь что расклад в принципе не будет большим вот но знаете иногда у меня есть такое ощущение что не хочу вас перегружать информацию особенно когда долгое время работаешь над собой как ты устаешь и хочется чего-то такого легкого поэтому иногда я свои темы разбавляю какими-то такими но более простыми раскладами где просто приятно послушать себе так значит внутренние запрета в чем вы себя ограничиваете позиция номер один голубенький камешек так давайте я вас опишу сейчас на момент до чтобы вот что что у вас сейчас происходит и дальше мы от этого вам плясать потому что у меня пока еще в голове нет построенной структуры как сделать расклад вы на данный момент четверка жезлов все у вас хорошо да такой знаете отдых может быть у кого-то отпуск может быть просто такое теплое общение с людьми однозначно настроение позитивное кто-то может быть даже знаете как то так на на расслабоне то есть даже на работу если ходите работаете это вам не приносит какого-то дискомфорта приятная зона комфорта вот так скажу что бы вы ни делали вам это по крайней мере приятно может быть здесь кто-то мечтает даже этот отпуске может быть встретиться с кем-то праздники какие-то да может быть не рождение свадьбы кристины вот то здесь все что связано с позитивно все что связано с общением и все что связано с отдыхом здесь также кто-то если едет отдых да то вот возможно связанные землей либо как-то с вашим вторым домом то есть это может быть дача может быть у кого-то там дополнительная квартира то есть такие вопросы здесь тоже могут всплывать и аркан влюбленных да делайте какой-то анализ проводите анализ ситуации но знаете мне кажется он не связан как-то с определением выбора вашего дальнейшего по жизни а здесь скорее всего по ощущениям идет то что вы просто наверное определяетесь куда вам поехать даже здесь не знаете как-то неопределение может быть какие-то фантазии представления о вашем будущем то есть как бы вы его хотели видеть возможно каким бы она была вот у меня такое ощущение больше идет не то что вот прям серьезный какой-то выбор жизненный надо вам совершить нет здесь скорее всего некая определенность я склоняюсь знаете больше даже к состоянию некой такой влюбленности до некой такой легкой легкой эйфории то есть вот здесь либо я сейчас вас словила вас в таком состоянии когда ну все хорошо да не о чем тревожиться это не говорит о том что вас нет проблем просто ваш акцент сейчас больше на чем-то таком позитивным стабильным и приятным так это вы в данный момент давайте посмотрим ваши внутренние запреты так я на метафорических картах буду смотреть ваши внутренние запреты на сейчас мы всегда смотрим разрезе здесь и сейчас знаете ощущение того что на данный момент каких-то запретов нету да не выпала карта где девушка изображена таким образом что она стоит на вершине горы с чувством такого знаете внутреннего удовлетворения от проделанной работы то есть здесь ощущение того что я смог все разрешить всех победить до всех своих врагов страхов и и так далее и в принципе ну я на вершине то есть сражаться ни с кем не надо такой знаете вот я еще конечно не понимаю что какие свои дальнейшие движения до свои дальнейшие действия но вот чувство завершения чего тогда вы что-то завершилось и вот в этот момент как будто бы я вас словила что я не знаю может проделанная работа какая-то может быть что-то вы просто закончили этот момент что да я молодец у меня получилось я это сделал поэтому я не вижу здесь каких-либо ограничений да такая знаете семейная карта выпала ваши внутренние ограничения возможно они каким-то образом связаны семьей у кого отец уже не с вами не живет с вами здесь может быть ограничение в том что как будто бы но его не верни не вернуть вот это вот коммуникации общения вам не хватает здесь ограничения связанные как-то возможно с внешним миром но это вот как имеет какое-то отношение к вашему отцу да либо к вашему внутреннему по ощущениям мужчине здесь чувство безопасности как проскальзывает каким-то образом ограничение в плане того что вот как будто бы у вас пока еще нету вашего желанного состояния безопасности до вам хорошо но вот так чтобы знаете сказать что я расслабился либо расслабилась и вот но я в полной безопасности меня ничего не тревожит а то что даже если тревожить я могу это решить мне здесь вот такого нет здесь как будто вы знаете ограничения в плане ощущения осознавания того что вот детство как будто бы прошло да и вот ограничение связано с этим что я не могу вернуться в это детство что не будет так как было когда-то хорошо как то вот знаете как как маленькая девочка за который берет ответственность ну по большая защищает от всех барабашек каких-то да все каких-то страхов когда можно спрятаться вот за папиной спиной вот здесь почему-то такое ощущение запрет запрет на это внутреннее прошел смотрим еще ваши внутренние запреты в чем вы себя ограничиваете да не ограничивайте себя ни в чем да я не вижу что здесь вот по первой позиции что были какие-то ограничения наоборот идет вот этот вот момент возрождения чего-то нового до что-то старое завершилось причем то что я уже сказала возможно вот это старое осознавание того что детство прошло наступили какие-то более зрелые моменты но в этом нету горечи в этом нет сожалению а это естественный цикл и принятие поэтому такое чувство что я не сожалею о том что допустим старое дерево умерла потому что на его месте ну здесь так рисунок изображен входят новые вот ростки уходят то есть новое дерево рождается старая умирает новая рождается чем еще вы себя ограничиваете нет я не вижу что вы себя чем-то ограничили причем знаете здесь так интересно в коммуникации вы очень изменились вы научились взаимодействовать с людьми где-то сдерживать свой какой-то негатив какой-то пыл научились знаете вот чувство и скорее всего вот это вот понимание когда надо просто помолчать просто промолчать смолчать не потому что себя подавить а потому что приходит такое понимание что вот вы как будто бы видите что люди с вами разговаривают своими собственными проекциями из детства то есть они вашем лице видят не вас как личность а видят как будто бы какие-то свои страхи свои убеждения до свои какие-то сценарии вот здесь вот этого чувства иногда возникает того что раньше вы бы как-то обиделись ну я не знаю что-то бы сказали огрызнулись а сейчас вы понимаете что ну смысла что-то отвечать нету потому что не потому что человек недорос или еще что-то а потому что вот вы как будто бы видите вот эту вот иллюзию другого человека да вот тут того кокона в котором он живет ту историю которую он сам себе придумал их те игры которые он играет и и здесь вот есть вот это вот ощущение того что ну знаете это как например идешь какие-то госучреждения да и ты понимаешь что ты зависим от этого человека там не знаете какие-то документы нужно сделать а человек не хочет себе как-то вот помогать да вот прям надо так вот так вот по правилам так вы будете делать вы понимаете что блин ну можно же найти какую-то лазейку да как-то вот помочь вот но служащий не готов включаться вас да как-то вот вам помогать решать эту задачу и вы понимаете но он у смысл сейчас кричать ругаться да все равно это вот ну не поможет ситуация просто нужно как-то вот по-другому договориться вот здесь вот такое какое-то ощущение что понимание в коммуникации что нету смысла ссориться нету смысла ругаться держать обиду за своей виной а вот знаете еще такое ощущение что если есть какие-то закрытые двери раньше бы вот вы как-то ломили что-то делая а сейчас понимаете ну закрытая дверь закрыта да то есть откроете когда нужно будет либо если они закрыты значит мне вообще туда не нужно идти вот здесь какая-то такая более мудрая позиция и от этого это вот вам приносит вот это вот спокойствие и такое вот фоновая у меня идет к узнаете фоновое удовлетворение от жизни до что до жить хорошо да есть трудности и сложности как как некая такая передышка что ли отдых от чего-то как как вы не закрывайте здесь здесь нету отстранения от мира а здесь просто какая-то такая вот знаете временная хочется сказать белая полоса и вы это понимаете как говорится словили эту волну и вот на гребне этой волне в волны двигаетесь так давайте посмотрим все-таки темный сценарий в чем вы ограничиваете себя здесь может быть нам еще покажут в чем вы ограничиваете себя а вы себя ограничиваете в тяжелой работе вот видите вы здесь либо ваши взгляды по отношению к работе каким-то действием к вашим обязательствам да она изменилась вот здесь вот изменился изменились ваши взгляды то есть если раньше для вас работа была тяжело вот этот вот валун надо было толкать до сиза в труд то сейчас такое ощущение что ну надо надо я сделаю то есть зачем как-то вот сопротивляться чему-то да вы убираете сопротивление и тем самым не сливаете на это энергию и вам становится лег легче да вот как-то вот проще потому что нету борьбы здесь как будто бы знаете вот внутренняя борьба отошла не знаю какие что именно у вас произошло что вы конкретно сделали но здесь вот такое вот чувство что вы перестали как будто бы бороться с собой да это не в плане смирения что вот я вот прямо полагаясь полностью на фортуну и вот как нет а здесь вот просто знаете вот такое взрослый какой-то подход внутреннее осознание что зачем чему-либо бороться то есть сопротивляться если присутствует сопротивление да то есть знаете есть такая техника в боевых искусствах до айкидо но может быть слышали может быть кто-то занимался знает и вот если я не ошибаюсь вот она как раз таки связано с тем что ты просто убираешь на своем пути все какие-то вот то знаете как это сложности трудности то есть все движения такие плавные то есть на любое действие вот куда идет допустим там рука да вот в той стороны поворачивается человек то есть мы не станем там какие-то блоки защиты нет а могут просто используем вот эту вот энергию движения но в наше для нас удобное русло как будто вы знаете какую-то выгоду мы ищем из того из чего ранее бы мы как-то вот с этим боролись то есть здесь мы видим некие такие плюсы в том что ранее бы в нас вызывало эмоции здесь ощущение того что градус эмоциональный он спал очень сильно и очень заметно и отсюда с спадает и напряжение такая знаете вот хочешь сказать мудрая позиция да то есть вот в мудрости это не говорит о том что ты закрываешь на что-то глаза да или как-то вот по-другому это просто понимаешь процессы и по максимуму не вмешиваешься в их вход а просто проживаешь ну в том направлении в котором они идут в чем еще вы себя ограничиваете да либо что вы себе запрещаете ну вот выпал аркан который называется потерянное тесто знаете здесь ощущение того что вы себе как будто бы запрещаете сожалеть о прошлом да вот здесь как будто бы из-за может вы работали со своими детскими сценариями вот но здесь вот как раз и вот это вот понимание что окей ладно я вырос так как вырос что-то нравится что-то не нравится где-то было опыт какой-то был даже 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 если это негативный какой-то опыт даже если я не успел прожить свое детство ну кей так сложились обстоятельства это не значит что это прошлое она будет влиять и давлеть надо мной то есть вот здесь вот то что связано с детством до есть такое чувство взяли своего ребенка внутреннего и двинулись дальше по жизни я не вижу чтобы здесь были какие-то ограничения на данном этапе либо вы хорошо поработали либо период такой но все достаточно мудро и позитивно я бы так сказала если даже не столь позитивно сколько нейтрально но с неким таким окрасом сторону плюса а не в минус вторая позиция красненький камешек сначала опишу вас а потом мы посмотрим ваши внутренние запреты и ограничения если они есть сейчас на сейчас сейчас вот хорошо девятка кубков девятка кубков и аркан мира что у вас сейчас жизни происходит знаете какое-то такое удовольствие наслаждение скорее всего этого просто наверное лето сейчас до период отпусков либо отдыха то есть ты понимаешь что не тот период когда вот как-то что-то должно начаться здесь скорее всего почему после очень сложной весны для многих людей до наступил вот какой-то такой период передышки отдыха наслаждение получаете удовольствие занимаетесь как-то собой даже есть такая размеренная не знаю кто-то вот на даче с ягодами здесь так знаете так хорошо так хорошо вот как как на природе до птички поют воздух свежий беззаботная здесь ощущение того знаете вот какая-то вот беззаботность нечто аналогичное было по первой позиции но там вот другая там больше в радости общение а здесь вот такое знаете как в бывших советских фильмах показывали деревне да лежит мужик на сеновале с с этим с хворостом или как это с травкой в зубах вот здесь вот что-то такое рядом где-то такая коробка вот и хорошо тогда жизнь хороша вот здесь что-то такое причем вы не закрываетесь это здорово да просто вы акцент перевели на себя на данный момент по аркану мира здесь может быть идеи какие-то по поводу далеких поездок да может быть общение с людьми такое приятное на расстоянии довольно таки да может быть кто-то изучает иностранные языки думает о каких-то путешествиях а возможно здесь есть еще и ощущение того что вот один этап завершился да как одно время года завершилась не она сменяется другим этапом многие может быть задумывается а задумывается о своем будущем да куда вы дальше шагнуть что еще можно сделать если например это связано как-то с бизнесом как его можно расширить либо какие-то свои знания как можно их расширить здесь такое чувство может еще быть знаете что появляется какая-то вот поддержка свыше что ли силы как будто бы у вас сейчас наполняют энергетически здесь вот вообще такое ощущение что никуда сейчас двигаться не надо ничего делать не надо просто знаете как этот лежи дыши свежим воздухом и создавай позитивные какие-то намерения на свою жизнь может быть впервые знаете здесь вот как-то отдохнули что ли либо отдыхаете либо разрешаете себе как-то отдохнуть почему не идет сеновал я не могу понять знаете сеновал деревня в молоко горячее свежее такое не горячая а свежая но она такое теплое вы знаете вот от него идет вот этот вот как дымка такая а и вот этого знаете чувство здесь единение вот у меня идет единение с миром единения с собой и ощущение что вот я не один есть какая-то помощь есть помощь свыше что ли такое вот приятное не знаю может быть неделя так начинается и такие приятные энергии хорошо смотрим ваши внутренние ограничения либо ваши внутренние запреты ну я не знаю является ли это ограничением или нет то есть но здесь человек который находится вот в каких-то мечтах фантазиях желание реализовать что-то из вашего прошлого да вот это вот желание чувство какого-то полета свободы внутренней то здесь может быть знаете как-то двояко да с одной стороны вы просто мечтаете об этом и вам нравится вы пребываете в этом состоянии а с другой стороны здесь действительно может быть вот это вот ограничение что вы запрещаете себе какого-то полета я не знаю фантазии реализации каких-то своих мечт здесь однозначно знаете человек вы как по девятке куб когда вот он в своем мире живет здесь ребенок сидит на табуретке вот и занят своими своей игрой а на заднем плане люди отвернулись от него это же занимается какой-то своей обыденности ну знаете как обычно дети когда играют они находятся вот в своем каком-то состоянии каком-то своем мерке вот здесь вот ощущение того что вы как будто бы не выходите здесь не можете реализовать свои какие-то мечты да здесь есть некий такой запрет с одной стороны может быть а с другой может быть что вы уже задумываетесь о том как реализовать здесь вот чувство полета чувство причем полет мыслей каких-то знаете такое приподнятое настроение воодушевление и ощущение свободы ощущение свободы вот здесь вы и опять таки я не могу сказать что это запрет но как-то вот открыться миру здесь про открытие мира здесь ощущение того что есть какие-то преграды на вашем пути и вот вы видите да что вот как будто бы мир и он не есть препятствие до который вас не пускают как-то какая-то стена между вами и миром вот вот это вот пилина она здесь присутствует это является единственным таким я бы сказала чтобы за запретом могут именно преграды между вами и внешним миром между вами и получением того что вы хотите здесь вот какой-то знаете какие-то взаимоотношения между внутренними ощущениями вашим внутренним миром и внешним да то есть здесь не между людьми а вот как будто бы какой-то вот сценарий где вы есть вы и есть мир и вот этот вот какой-то такой диалог и сейчас диалог как будто бы вашими глазами видится таким образом что я не могу сейчас еще что-то преодолеть то есть вы как будто вы видите свет на перспективу но он вот опять-таки даже если смотреть как туннель да и вот этот свет на перспективу в этом туннеле есть какие-то перепонки какие-то преграды вот вы это видите сейчас на данный момент и поэтому как будто бы остается только мечтать но выход есть и вот здесь аркан мира тоже про это говорит то есть есть единение как будто вы знаете где желание с одной стороны есть желание с другой стороны но есть какие-то преграды которые не позволяют вот соединиться этим двум миром здесь как как-то так что еще какие запреты у вас есть сейчас на данный момент ну запрет двигаться двигаться дальше запрет знаете как-то вот рискнуть довериться довериться как к парка на шуту до довериться высшим силам и вот ваша вера и уверенность они должны быть настолько велики чтобы услышать вот это внутренний голос да иди и без сомнения сделать шаг в эту пропасть на прыжок в неизвестность шаг в неизвестность вот здесь что-то такое идет есть уже готовность доверие нет здесь все о чем речь идет какую бы карту я не вытащила она имеет отношение к вашим каким-то мечтам то есть вы как будто бы что-то делаете но делайте это с оглядкой на прошлое с оглядкой на ваш прошлый опыт но ощущение того что вот это вот ваша знаете как картинка представьте что вы оглядываетесь назад вам кажется что за вашей спиной стоит какая-то тень да там я не знаю отец какая-то фигура но на самом деле это ваша собственная тени от отражения она за вашей спиной и вот вы все что вы не делаете вы делаете это с оглядкой вот как раз таки на свое на прошлое на самом деле это не просто это ваша тень это ваши собственные какие-то страшилки то что есть внутри вас как-то вот с оглядкой на прошлое вы поступаете и вот это вот прошлое она вас и держит и конечно же вот этот шаг в пустоту в бездну по как по аркану шуту вы не можете сделать почему потому что вот нет узнаете вот этого внутреннего голоса которым вы доверяли да есть связи допустим с высшими силами да вы понимаете что вас у вас как-то ведут но вот абсолютные тотальной полной уверенности что я могу довериться и со мной ничего не произойдет вот здесь такого нету то есть канал и связь как будто бы есть с миром а доверия нету да то есть вот поэтому не можете шагнуть вы шаг шаг вперед не можете шаг в неизвестность вы не можете это сделать и вот это вот является вашей преградой между знаете такое чувство потом вам нет говорит а доверься просто доверься и сделай шаг найти как обычно папы с детьми когда играет поставит куда-нибудь ребенка повыше руки открывает и говорят прыгай ясное дело что папа удержит ну или мама но ребенок боится и вот это вот и есть вопрос доверия насколько доверяет что сильнее страх либо вот этого доверия и прыгнуть вот здесь у вас вот это сейчас происходит вроде бы да я допустим люблю папу маму да как ребенок да я им доверяю но мой страх он сильнее вот этого доверия и вот здесь вот вопрос чему сейчас вы что выберете до довериться или все-таки страх будет выше вот здесь сейчас про это идет речь это единственное какой-то вот запрет если есть либо ограничение посмотрим на сценарные колоде ваш внутренние запреда в чем вы себя ограничиваете аркан мести ну вот то что я говорила в чем вы себя ограничиваете вы ограничиваете как раз таки здесь тоже так пропасть двигаться дальше потому что вот какой-то вот болезненный опыт прошлого да он не дает вы знаете здесь как находитесь в какой-то настороженности до с оглядкой на то что вот сейчас мне прилетит это когда идешь его в тишине и в темноте по улице ты все время как-то вот прислушиваешься до каждому шорох и причем мысли всегда какие-то негативные вот здесь пример такой да то есть я хочу двинуться но такое чувство что я повернусь спиной мне вонзят вонзят нож в спину я причем знаете вот эти болезненные уроки они были не единожды да здесь вот как минимум три фигуры 3 тени отсюда вот это вот такой очень сильный сильный страх как будто бы не можете принять это решение вот двинуться дальше и вот выпал карта карта предательства то есть я бы сказала что вопрос предательства да если он существует так или иначе в вашем понимании вот с ним нужно поработать он не случайно вашей жизни как раз таки как то что вам подсвечивают именно вопросы доверия что есть доверие для вас да вот поработать поразмышляйте над этим и над этим понятием что такое доверие где в при каких условиях вы сами себя предаете потому что внешнее предательство это отражение вашего внутренне где в чем возможно вы придаете свои какие-то мечты возможно вы придаете себя как-то вот одно говорите а потом когда получается какая-то аналогичная ситуация вы поступаете по-другому то есть вы как будто вы придаете свои какие-то принципы может быть при взаимодействии с другими людьми как-то придаете себя придаете 100 во что вы верите вот вопрос веры доверие и предательство здесь на напрямую как-то вот проигрывать поэтому и предыдущий аркан предыдущая карта которая называется месть она их свою не про то здесь не про то что вы там кому-то мстите это вообще не про вас здесь про ситуацию здесь посвятили ситуацию что вот она связана как-то с предательством и все время ожидания какого-то негативного момента да вот какого-то под подвоха какой-то подставы например там не знаю кто то вам что-то дарит вы все время в ожидании того что что-то попросил взамен то есть просто так нет так просто так меня любить не могут надо за что-то вот 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 с этими вопросами по попробуйте по походить поразмышлять вспомните какие-то ситуации из вашего прошлого откуда они зарождались то есть по по созидать и на эту тему здесь вот это вот не дает вам пойти сделать следующий шаг следующий шаг как раз таки для того чтобы какие-то вот мечты ваши реализовались на то есть вам открылись новые какие-то двери то что вы хотите но по сути вы сами это сдерживаете почему потому что вот есть вот этот вот вопрос с недоверия и здесь не нужно в детстве здесь более зрелый какой-то возраст когда породились вот эти вот все сценарии здесь не не а детстве здесь более взрослый момент так позиция номер три зелененький камешек сначала попробую вас описать слушаете а потом определяете надо слушать дальше нет что сейчас происходит вот вы на сейчас сейчас шестерка педакли четверка педакли хочется сказать знаете как работа деньги взаимодействия с людьми все так как известно все так как понятно с другой стороны здесь вы можете как-то стараться сохранить удержать что-то возможно экономить на деньгах копите может быть для чего-то накапливаете либо здесь стараетесь как-то свои убеждения свои понятия взгляды на что-то сохранить да то есть вот при взаимодействии с другими людьми здесь ощущение того что возможно ваше взаимодействие с людьми сейчас меняется и вы как это знаете когда отбирает у ребенка куклу отдай отдай да либо там какую-то игрушку вот он схватился за нее держит не отдам не да вот здесь вот что такое что-то возможно у вас сейчас забирают лишает вас чего-то вы отстаиваете свои границы да причем это вот как-то связано с вашими убеждениями да какие-то сценарии которые сейчас возможно всплывают для того чтобы их пересмотрели и избавились от вот этого вот то за что вы цепляетесь здесь причем это появляется только тогда когда вы начинаете с другими людьми общаться возможно с людьми более успешными чем вы до либо уровня ранга выше вас но более состоятельные до либо более опытные более зрелые не вот и вам как будто бы подсказывает вы это понимаете что да здесь где-то возможно я и не прав что возможно нужно что-то изменить но вот знаете это свое родное никому тебя дам вот вы как будто бы здесь не хотите отказываться от этого а в некоторых моментах вам наоборот как совет говорится о том что настаивайте на своей позиции да то есть отстаивайте свою точку зрения здесь все по обстоятельствам здесь нельзя сказать однозначного ответа потому что шестерка педакли это теперь это теперь это это выравнивание да это вот некий такой баланса в балансе нету статичности до этого движения то в одну сторону то в другое как весы все колеблется и все балансируется поэтому иногда надо так иногда ну то есть надо отставить свою точку зрения иногда наоборот надо уступать где-то как-то а отказываться от своих прежних сценариев которые не работают не вот вы сейчас этим заняты и это происходит через взаимодействие с другими людьми вот ну я больше склоняюсь что это социальная какая-то сфера профессиональная социально но не личная так смотрим ваши внутренние ограничения запреты что вы себе запрещаете вы себе саму себя либо самого себя запрещаете и вот здесь вот как раз в унисон с четверкой пендакли да здесь карта изображена значит девочка коза которые смотрят на которую смотрят много много в глаз на за который наблюдает если вы как будто вы закрываетесь от этого наблюдений такое ощущение что вам сейчас такой этап как будто бы где приходится много общаться и вот вам каждый высказывает свою точку зрения и в силу вашей вот это вот какой-то чувствительности ранимости мне напоминает фильм про людей со сверхспособностями которые слышат либо мысли других людей да либо вот каждый когда пробуждение происходит до начинаешь слышать шороха там и не знаю как букашки где-то ползают а либо вот комарик летает есть вот эти вот мельчайшие улавливаете звуки вы здесь утащение того что наплыв вот этой вот и энергии информационной какой-то вы от нее закрываетесь то здесь вот что-то такое вы как будто бы устали от этого и вот вы сейчас что запрещаете вы запрещаете быть собой да то есть вот как то вот я не знаю хочется сказать крикнуть да замолчите вы все оставьте меня в покое вот что-то такое либо вы находили находитесь под каким-то наблюдением за вами постоянно как-то вот приглядываю да ну то есть большое количество людей вокруг вас и вы прячетесь прячетесь от бессилия как-то взаимодействовать с этими людьми ну то здесь еще и усталость да то есть оставьте меня наедине а вас специально не оставляют почему там что вот какой-то урок вы здесь проходите поэтому что вы себе запрещаете и запрещаете показать себя как будто вы знаете не ставите границы не выстраиваете эти границы что еще вы себе запрещаете ну такое знаете вот чувство плюнуть на все и укатить на юга да как говорится хотя в вашем случае наверное вы бы не выбрали юга мне кажется что вы бы выбрали не знаю как-то вот горы почему-то мне кажется на север не на юга на север то есть даже если это в отпуск это почему-то мне кажется что это северные какие-то страны потому что там более такая ну вот погода естественная для человеческого организма да то есть где-то вот ну макс 25 градусов вот что-то такое а почему а чего вы убегаете я хочу посмотреть а чего вот вы убегаете от груза от от прошлого то что вот вас связывает возможно здесь какие-то обязательства трудности сложности от своего прошлого знаете какой-то нужды от беспомощности вот я говорю здесь рассказывали вот это вот ощущение беспомощной беспомощности знаете иногда бывает так что есть некое такое авторитетное лицо с которым вы общаетесь и вы понимаете что очень хочется высказать очень хочется все сказать время там шеф на работе до который уже достал но вы понимаете что вас не просто допустим с работы уволен а сделай это поскольку человек властный имеет контакты связи сделай так чтобы потом нигде не устроитесь на работу и вот это вот ощущение такой знаете подавленности беспомощи что я не могу да я я бы тебе все высказал но ты гад мне всю жизнь потом и перекроешь да то есть мне придется потом сражаться и вот думая о последствиях вы вынуждены себя как-то сдерживать и вот здесь вот такие ощущения и говорит что это такая ситуация я все время описывающие ощущение состояния вот здесь вот какая-то такая ситуация что я я не хочу уже ни о чем слышит а возможно вот какие-то трудности и прям череда каких-то трудностей препятствий и вот ощущение того что ну уже хватит да уже оставьте меня в покое уже займитесь кем-то другим вот такое вот какое-то чувство вот с этим связаны ваши преграды что еще вы себе запрещаете хочется сказать какой-то власти вот вам то ли не хватает этой власти то ли вы мечтаете о том чтобы у вас была какая-то власть и вы могли влиять на ситуацию вот здесь чувство что я у меня нету власти знаете иногда каждый воспринимает деньги по-своему для кого-то деньги там не знаю возможности ресурсы и так далее а есть категория людей которые понимают что деньги дают власть дают силу то есть они открывают дороги да то те которые закрыты например когда у тебя их нет на то есть деньги равно власть здесь вот ощущение того что что вы себе запрещаете вот какой-то такой власти управлять другим человеком здесь знаете такое чувство что с кем-то вы очень близко взаимодействуете и вот это вот копится копится но как будто бы это как урок какой-то который вы должны понять здесь то еще вы себе запрещаете чтобы здесь так интересно волк нарисован кровожадный до который вожак пришел и увидел всю свою стаю да вот как будто бы в крови убитые вот молния над ним разрезается и как это правильно сказать и вот такое знаете вот чувство что не то чтобы вместе а мне показывают по ощущениям какую-то конкретную ситуацию возможно это какая-то ситуация с конкретным человеком либо повторяющаяся какая-то ситуация когда знаете вот как фильма бывает да там и за много лет там семье подавляли ребенка да потом на работе вот все его вот это вот гнобят все его унижает и вот он ждет 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 потом знаете как-то что-то происходит в жизни то есть пока его вот все как-то унижают принижают оскорбляют на это время как-то терпит но не просто терпит а вот чем-то занимается и в какой-то момент появляется как-то вы знаете как стив джоппинс меня напоминает да то есть да вы можете там что-то говорить я в своем гараже буду делать то что я буду делать а потом знаете как человек становится как будто бы властны вот именно богатым сильным и он может дать отпор и вот ощущение того что вы ждете как будто какого-то момента здесь чтобы дать отпор да вот скажу здесь не не момент отомстить а здесь вот именно момент что придет время я тебе покажу да то есть что-то будет такое и ты поймешь но здесь вот прям очень долгий период здесь могут быть годы и вот из-за этого вы как будто бы знаете здесь что вы себе запрещаете вы себе запрещаете чувства вы себе запрещаете эмоции иногда бывает так допустим когда очень близкий человек умер и тебе надо организовать вот ну вот эту всю панель панихиду чтобы это все прошло и ты понимаешь что у тебя не на кого положиться и ты это все должен сделать самостоятельно и нету времени слеза на чтобы вот как оплакивать человека который ушел и что ты делаешь ты сам себе говори что вот вот я закончу вот это а потом я уже смогу выпалкаться да и вот вот здесь вот такое чувство что что-то должно произойти и потом я дам волю слезам да вот здесь как будто бы вы запрещаете себе по каким-то причинам эмоционировать потому что всю эту энергию которую бы вы слили через слезы через эмоции вы ее направляете на достижение какого-то своего плана когда я говорю о годах здесь может быть знаете как ну когда например рождается ребенок и ты ты понимаешь что ты устал ты хочешь отдохнуть и поддержки не от кого так чтобы кто-то посидел с ребенком что хоть поспал отдохну и ты понимаешь что но окей пройдут какие-то там я не знаю там год-два там ребенок вырастет там 16 лет будет а то есть я потерплю какой-то период а потом все будет по-другому вот здесь вот какое-то такое ощущение что сейчас не время окунуться какие-то эмоции сейчас не время там есть на например создавать какие-то отношения погружаться в любовь вот в это чувство потому что ну есть другие какие-то приоритеты интересная такая карта вы себе не вот вы не разрешаете вот вашем случае именно первых двух позициях не было вот какой-то знаете страсти страсти в плане вот именно очень ярких эмоций очень ярких переживаний какого-то узнаете соблазна ощущение того что вы как будто бы свою жизнь откладываете на потом да вот сначала первым делом самолеты а девушки потом и ты понимаешь что блин но потом придет время когда уже девушки не будет смотреть на себя и буду же бабушки нужны ли тебе бабушки там вот что-то здесь вот в таком роде вы как как будто бы слишком все правильно здесь хотите сделать нету соблазна иногда ощущение того что ну вот хочется себе как-то вот побаловать что ли да я на диете потому что ну так правильно ну вот хочется как-то вот разрешить себе и знаю там это кусочек шоколадки чтобы он принес удовольствие нет такого нельзя быть какая-то вот дисциплина вопросы дисциплины очень сильно проходит вы себе не позволяй хорошо смотрим еще на сценарной колоде две карты я вытащу что ваши внутренние запреты в чем вы себя ограничиваете гнев вот видите вы не выражаете вот этот гнев вот очень много накопилось такой энергии это очень опасно это очень опасно потому что начинает через какой-то период работает психосоматика поэтому будьте аккуратны здесь очень много гнева очень много огня вот это вот подавленного вы запрещаете себе как-то вот я же говорю гневаться как-то сдерживаете себя потому что так надо но это как-то вот куда-то надо тогда компенсировать как-то вытаскивать эти эмоции да вот вы не позволяете себе ехидство какое-то на здесь карта так называется ехидство не знаю может быть кто-то над вами нацмехается как-то вы знаете иронизирует может быть на работе такая вот такое чувство что блин пишу меня здесь мужские такие энергии сейчас иду знаете вот замочил бы им такой вот мужской такой вот не поговорить как по-женски а вот именно по-мужски да вот завалил бы морду набил и все вот у меня прям такая вот очень яростная энергия над тем что кто-то нацмехается до иронизирует здесь вот это вот ехидство к это отторжение ищет такое чувство что может быть был у вас опыт какой-то когда знаете вот как этот неразделенной любви да когда любит только один и над чувствами другого человека нацмехаются и может быть как-то знаете где-то кто-то подсмеялся над вашим искусство нарисовали какую-нибудь там картину сделали какое-то изделие не вот и из чистой душой хотели показать человеку а вот вас как-то вы смеяли вот и вот этот вот неприятный осадок здесь если мы говорим что вы запрещаете вот это вот эмоции то есть здесь все о чем мы не говорим а ног описывает какую-то конкретную ситуацию не вы знаете о чем здесь вот хочется знаете как-то вот своего дьявола выгулить да то есть дать свободу своим эмоциям да где-то вот может быть на хамите же говорю как-то вот искать с горяча с обиды на пиццу да хоть так вы свою здесь свою энергию вот здесь вы это запрещаете я не буду сейчас смотреть надо вам это делать или нет это каждый решает самостоятельно да в силу своего характера свер в силу своего мировоззрения просто вопрос был а что вы себе запрещаете вы запрещаете себе вот эти эмоции они ведь очень сильные да особенно все негативные эмоции они очень сильно не мощны они куда-то должны ну найти как-то свой выход иначе они будут разрушать вас поэтому подумайте куда вы можете эту энергию направить каким образом вы можете ее выпустить так чтобы это было не на другого человека вот ну в какой-то такой позитивное созидательное русло тысячи много гнева очень много вот такая была третья позиция я благодарю вас за внимание не забываем подписываемся на второй канал если вам интересные короткие расклады а я с вами прощаюсь до следующего расклада всем пока пока